Автомобиль МЧС с проблесковыми маячками стремительно прорывается на территорию предприятия Брестгаз. На пульт диспетчера поступило сообщение «Человек в беде, нужна помощь». К счастью, тревога учебная, хотя в жизни немало примеров, когда из-за неправильной эксплуатации газовых приборов и оборудования гибнут целые семьи. Оперативно и безопасно попасть в помещение, чтобы оказать помощь пострадавшим, а также ликвидировать возникшую чрезвычайную ситуацию. В этом вопросе сотрудники МЧС тесно работают вместе с представителями предприятия Брестгаз. Специалисты более узкого профиля помогают избежать еще больших потерь, решают ситуацию с источником утечки газа. На этом этапе постоянное взаимодействие и отлаженность действий – залог успешного выполнения поставленной задачи. Причиной возникновения таких ситуаций можно рассмотреть несколько случаев. Это и элементарная халатность человека, который неправильно эксплуатирует свое газовое оборудование. Это и факторы, которые природного характера, то есть это и ветра, и образование каких-либо наледей на оголовках дымовых каналов. В данной ситуации это был неисправный присоединительный дымоотвод, который при эксплуатации тоже может прохудиться, уйти из строя, что может стать причиной выхода части угарного газа непосредственно в помещение. В этот период все службы, которые могут принести максимальную пользу, максимально предоставить населению информацию по вопросам безопасности, работают с гражданами, работают с другими предприятиями, чтобы все было безопасно. Мы выполняли свою задачу, работники газовой службы, свою задачу. В принципе, цель достигнута. Участниками показательного мероприятия на территории учебно-тренировочного полигона стали работники предприятия «Брестгаз», сотрудники МЧС, представители других смежных структур, волонтеры Красного Креста, продемонстрировавшие навыки оказания первой медицинской помощи, а также студенты Брестского государственного технического университета, обучающиеся по профилю газоснабжения. Конечно, для них в первую очередь это отличная возможность посмотреть на будущую профессию изнутри, узнать все тонкости и нюансы. С нами было принято решение оборудовать такой специальный кабинет для того, чтобы он спокойно сел, заполнил все необходимые документы, не наделал никаких ошибок. Ну и, соответственно, все было оформлено согласно законодательству и тех нормативных документов, которые действуют на территории. Учебно-образовательное мероприятие распланировано на всю неделю. В программе встречи в трудовых коллективах, интерактивное общение с населением, конкурсы и викторины, которые позволят людям еще лучше разобраться в вопросах безопасности. Продолжение следует...